Первая премьера молодёжного театра изрядно затянулась. На год. Должна была состояться ещё в апреле. Но репетиции стали возможны только с 3 августа. Но процесс, кажется, восстановлен. Ведь цели у нас гордые – создать площадку для выражения творчества и остановить оттоп кадров. Молодые едут туда, где больше возможностей. И теперь все возможности дома. Молодёжный театр должен представлять из себя ту экспериментальную, во многом в том числе, театральную площадку, которая может позволить сегодня развивать то направление театрального искусства, которое сегодня в Сыктывкаре не представлено. Особый гость, у которого и роль особая – режиссёры Санкт-Петербурга Хуга Эриксон. Именно он и займётся постановкой спектакля. Выбрали пьесу Гоголя «Игроки». Очистить классику от штампов и изменить восприятие классического текста – вот цель, которую он преследует. Все секреты раскрывать не стал, но на изюминку намекнул. Необычной будет работа со встроенным светом на сцене. Текст канонический, принадлежащий к очевидному классику, уже обросший огромным количеством штампов восприятия, может быть интерпретирован как живой, актуальный, с помощью адекватного сегодняшнему дню и мышлению современных людей с циническому языку. И таким образом удастся, на самом деле, может быть даже вернуть Гоголя нам. Ждут театр и новые условия. В 2021 году начнут создавать собственную площадку. Изначально предполагалось, что местом службы труппы молодёжного театра станет кинотеатр «Октябрь». И вот новость. От идей отказались. Причина в небольшом размере строения и его близости к жилым домам. Новое здание театра разместят по свежим планам по Октябрьскому проспекту на территории бывшего СМЗ. Появится у столицы новая культурная точка. Все структуры производственные, административные, финансовые, я уже не говорю про актёрский состав, они сейчас все в какой-то такой взаимосвязи находятся. И, естественно, честно признаюсь, молодёжный театр не звучал бы, не жил бы, не ставил бы, если бы не было такого варианта сотрудничества. Тем не менее, уже сейчас труппа готова приступить к репетициям. Хочется сделать театр со своим лицом, привлечь молодую аудиторию – школьников и студентов, говорит Михаил Матвеев. А в этом случае молодёжный театр как нельзя кстати.